Дорогие друзья, сейчас мы с вами рассмотрим, как использовать программу Anki для заучивания английских слов и концептов. Как я говорил ранее, эта программа достаточно гибкая, и она подходит не только для заучивания слов, не только для английских, но и для разных других целей. Например, для заучивания формул или еще какой-либо полезной информации. Но так как мы изучаем с вами английский язык, мы сосредоточимся именно на заучивании английских слов и определений. Эта программа позволяет добавлять карточки, позволяет группировать эти карточки в деки, то есть в колоды. И позволяет тренировать эти карточки с определенным интервалом. Интервал зависит от того, насколько хорошо или не очень вы освоили уже то или иное слово. Итак, коллеги, давайте попробуем добавить новое слово в наш словарь. Для этого нам потребуется wordlist и совершенно новое для меня слово «Abiance». Надеюсь, я его правильно произнес. Сейчас мы как раз это проверим. Сразу же попутно читаем определение. Temporary cessation or suspension. Окей, такое отдаленное представление мы получили, что обозначает это слово. Нажимаем кнопочку «Add» и добавляем это слово в наш список. Обратите внимание, что здесь есть несколько полей, они заранее настраиваются. Какие поля я использую? Это поле word, непосредственно слово на английском языке. Definition – определение этого слова на английском языке. Если слово имеет несколько определений, я перечисляю их все здесь, в этом поле. Примеры использования. Картинка из интернета. Перевод, прямой перевод на русский язык. Я применяю это только для тех слов, когда русскоязычный концепт, русскоязычный термин настолько понятен и настолько всеобъемлечен. И это трудно выразить определением английскими словами. И звук, как это слово произносится. Итак. Addience. Не копипастить, а вводить каждый раз все заново. Это очень хорошо. Это тренирует наш сперринг. Итак, слушаем, как звучит это слово. Addience. Addience. Окей. И добавляем это слово в наш словарь. Addience. Addience. Возможно, имеет смысл найти какие-то банки профессионально записанных слов для того, чтобы слушать это слово в оригинале. Но мне, в принципе, нравится, когда я сам озвучиваю это слово непосредственно после того, как я услышал, как оно звучит в оригинале. И в дальнейшем я, когда озвучиваю слова, слушаю именно то, как я это слово произношу. Не знаю, хорошо это или плохо. Это, по крайней мере, удобно добавлять. Идем дальше. Нам нужно найти определение этого слова. Обычно я ищу определение для English Learners. Но тут я этого определения не вижу. Поэтому мы будем использовать стандартное определение, которое нам дает словарь Webster. Состояние временной неактивности, подвешенности. В принципе, я выделяю даже не полностью все определение, чтобы не читать и не путаться, а только самые главные вещи. Вот какие-то ключевые слова я могу выделить. Жирным шрифтом. Дальше я добавляю один или несколько примеров. Examples of events. Our weekend plans were held in advance until we could get a weather forecast. Окей. Этот пример мне понятен. Бывает так, что примеры непонятны. Непонятные примеры я стараюсь не копировать, а искать примеры понятные. Хотя именно непонятные примеры часто являются индикаторами того, что значение этого слова прояснено не до конца. Поэтому, если не лениться и подходить ответственно к делу, мы должны, конечно, понять каждый пример. Итак, где же можно взять еще источник примеров и заодно уточнить, насколько правильно мы поняли значение того или иного слова. Есть такой замечательный ресурс, который я очень люблю. Это Reverse Context. Вот такой вот у него адрес в интернете. Этот словарь шикарно переводит с русского на английский и с английского на русский. Он не делает работу за нас. Он помогает понять, прояснить какое-то слово и посмотреть разные примеры. Вводим слово Abayance. И посмотрите, этот словарь сразу выдает несколько русскоязычных переводов. Но тут они очень близки, иногда бывает их намного больше, они разные. И самое классное, это предложение на английском языке и его перевод. Причем ключевые слова подсвечены. Иногда они подсвечиваются неправильно, но зачастую все работает как надо. Итак, вот тут вот в первом примере явно что-то не то. А вот слово временно приостановлено уже больше похоже на правду. Поэтому мы можем скопировать это определение. Вернее, этот пример. И можно даже скопировать русский перевод. Подсвечиваю это слово. Подсвечиваю перевод. Так будет проще. Так будет проще разбираться. Ну и в принципе, я думаю, что парочки этих примеров будет вполне-вполне достаточно. Итак, дальше что мы делаем? Дальше мы добавляем картинку. На самом деле, иногда бывает проще, как описано в курсе, зарисовать эту картинку. Но у меня с рисованием все очень-очень плохо. Я, конечно, стараюсь это делать. Но зачастую мне проще и быстрее найти какую-нибудь картинку в интернете, которая у меня будет четко ассоциироваться с этим словом. Итак. Ищем в Google. Переходим во вкладку Images. Нужно найти какую-нибудь картинку, которая будет очень похожа на подвешенное вот это вот состояние. Вы знаете, я ничего такого интересного здесь не вижу. Ну, если не вижу, то и не добавляю картинку. Итак. Теперь мне нужно выбрать колоду, куда я это создаю. Ну, в принципе, она... Это слово, эта карточка помещается в колоду по умолчанию. Но давайте мы создадим новую колоду. Назовем ее DeskVar. Добавляем эту колоду. Окей. Отлично. Мы добавили это слово в эту колоду. Окей. Все. Можем закрыть и посмотреть, что у нас появилась новая колода. И среди новых карточек у нас две штуки. Почему две? Потому что это перевод как с английского на определение, так и с определения на английский. Addends. Видите, я уже сейчас перешел в режим изучения этого слова. Оно не только показано, но еще и произнесено программой. И я сейчас вспоминаю о том, что бы это могло значить. Addends. Ага. Ну, это именно приостановлено. И проверяем. О. Если я назвал все правильно, то все хорошо. Я нажимаю кнопку Easy. Easy. Это значит, что эта карточка будет мне показана через 4 дня. Если я чувствую, что я освоил слово недостаточно хорошо, у меня есть какие-то сомнения, я, может быть, вообще не вспомнил, что оно обозначает, то есть две опции. Это Good и Again. Ну, допустим, Good. Я не уверен, что я его прям запомнил, что через 4 дня я его вспомню. Addends. Addends. Ок. Давайте добавим еще одно слово. Следующее слово у нас по списку – это Enclave. Делаем ту же самую процедуру. Добавляем слово Enplay. Ищем. А. Надо посмотреть его определение. An enclosed territory that is culturally distinct. Ну, в принципе, определение понятное. Можно его скопировать. Давайте скопируем его. Ну, посмотрим, может быть, есть какое-нибудь альтернативное определение в словаре Webster. An area with people who are different in some way from the people in the areas around it. Ну, определение об одном и том же, но немножко другими словами. Мне оно тоже нравится, и поэтому я его скопирую чуть ниже. Обратите внимание, если у слова есть несколько частей речи, то я эти части речи прям подписываю. Вот это вот у меня будет существительное, а ниже, допустим, будет определение для глагола. Можно, конечно, создавать разные карточки для разных частей речи, но создание карточки – это дело трудоемкое, и на это может уйти достаточно много времени. Поэтому я все спихиваю в одну кучу. Кстати, нам нужно добавить произношение слова. Enclave. Enclave. Ага, удаление на первый слог. Enclave. Enclave. Отлично. Мы добавили звук, и теперь пора переходить к примерам. Так, так, так. А где же примеры? А где же примеры? Вот смотрите, та ситуация, когда примеры Вебстер нам не предоставляет. Поэтому, например, мы пойдем в словарь «The Versus» за ним. Enclave. Вот, я, кстати, на самом деле не знал, как это слово, что есть прямой аналог этого слова, Enclave, на русском. Ну, явно заимствование из английского или из какого-то другого языка. Так. Ну, выбираем любое, которое нам больше нравится. Ну, вот первое определение достаточно понятное. Вернее, первый пример. Выделяем слово. С примерами мы закончили. Так, посмотрим, есть ли у нас какие-нибудь интересные картинки. Ну, в принципе, в принципе, да. Видно, что это, допустим, какая-то вот отдельная территория, что она сепарирована от остальных. Поэтому, что мы можем сделать. Мы можем увидеть эту картинку и добавить эту картинку сюда. С выбиранием ее из репозитория. Вот, русское определение я добавлять не буду. Так, в этом нет необходимости. Я этим стараюсь не зло употреблять. Так, нажимаем кнопку «Добавить». И смотрим. Теперь и это слово можно потренировать. Энклейв. Энклейв. Ага. Ну, это некая территория, которая ограничена культурно. Энклейв. Отлично. Ну, на самом деле, на этом прояснение... Это не является заменой прояснению слов. То есть, вместе с этим я стараюсь записать несколько словосочетаний, несколько предложений с этим словом. Убедиться, что у меня есть какая-то картинка, которая визуализирует весь этот процесс. Но все-таки, для того, чтобы это слово уже совсем залегло на подсознание, я буду открывать каждый день этот дек и повторять эти слова. Вот. Для примера могу показать несколько слов, которые я уже давно добавил, чтобы показать вам, какие различные варианты бывают. Ну, возьмем слово. Так, вот. Ага. A person thinks of a situation that is annoying that or that causes trouble for all problems. Помню, что это слово на H как-то называется. Но не помню, как имя. Nuisance? Нет. Ошибся. Это слово не юсенс. Ага. Для того, чтобы оно у меня, так сказать, залегло над дубиной подсознания. Вот. Итак. Окей. Я записал парочку предложений в свою тетрадь. И нажимаю кнопку again. Disposition. Окей. Это слово я знаю. Conjure. Conjure. Это слово я тоже знаю. Это наколдовывать. Что-то такое. Conjure. Да, отлично. Ну, как вы видите, в данных примерах у меня нет картинок, потому что этой картинке я рисовал в тетрадке. Existing or occurring in large amounts. Ну, много слов на самом деле могут подойти под это. Ну, допустим, слово abundant. Есть. Да, точно. Именно это слово было. Иногда, когда очень много синонимов, легко ошибиться, поэтому я иногда указываю в качестве подсказки первую букву. Итак. Коллеги, ну, я думаю, принцип понятен. Давайте мы сейчас поподробнее разберем о том, как настраивать в задней карточке лицевую и оборотную сторону. Потому что эта тема осталась неохваченной у нас. Для того, чтобы это сделать, мы нажимаем кнопку add. И нажимаем кнопку fills. Убеждаемся, что все поля у нас здесь есть и настроены. Вот. Переходим во вкладку cards. Здесь, в правой части, мы видим лицевую сторону. В нижней части мы видим то, как эта карточка будет смотреться с обратной стороны. Для того, чтобы это все красиво было, давайте я выберу какую-нибудь конкретную карту. Чтобы это сделать, нужно зайти в браузер. Ну, допустим, возьмем слово besiege. 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 Вот. Когда все поля заполнены, намного нагляднее становится. Слово besiege. На лицевой стороне будет написано и будет картинка видна. Слева мы видим скрипт для этого. По умолчанию они просто заданы. Если вы хотите немножко форматирования подправить или добавить какое-то новое поле, это делается достаточно просто. Тут даже навыки программирования не нужны. Просто мы скопируем одно поле, добавляем его чуть ниже и мы видим, что у нас слово word. А если мы хотим, допустим, здесь выводить какую-нибудь другую переменную, то можем заменить это все на sound, допустим, или definition и так далее. Ну, мы сейчас не будем это делать, чтобы не портить карточку. Ниже идет тег sound. Это означает то, что он будет воспроизводиться, звук будет автоматически воспроизводиться, когда эта карточка будет открываться с лицевой стороны. И дальше идет непосредственно тег, который описывает саму картинку. Это CSS скрипты, которые нам не нужно трогать. Они нужны более продвинутым пользователям, если нужно настроить более красивые карточки, сделать их цветные и так далее. И давайте посмотрим теперь оборотную карточку. Ничего страшного, что она не влазит на экран. Это никак не помешает, потому что можно будет прокручивать. Английское слово, оно остается. Определение этого слова добавляется ниже. Примеры добавляются еще ниже. Картинка ниже. И в самом конце, если бы у меня было введено русское слово, оно бы тоже здесь добавилось. Это что касается карточек, которые переводят, проверяют знание слова. То есть слово, то есть слово, определение. Есть также другой тип карточки, который мы уже посмотрели, как работают. Это когда нам дается некое определение без примеров. И дается некая форма, некое поле, куда мы вводим английское слово. Для того, чтобы проверить не только знание этого слова, но еще и его написание. Оборотная сторона этого типа карт будет выглядеть следующим образом. Front side, это означает, что будет все то же самое, что и на лицевой стороне. Примеры дальше будут выводиться. А, ответ. Вот он так красивенько выводится. Примеры. Звук. То есть, звук еще раз будет воспроизведен. Ответ. А, вот пример, а вот ответ. Картинка. И русский термин, если он введен. Вот так я использую программу Акти. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их в комментариях под этим видео. И я обязательно на них отвечу. Теперь несколько слов о том, как эту программу установить и запустить. Эта программа устанавливается, запускается с... Вернее, устанавливается с сайта apps-anqueue-web.net. Есть версия под Mac, есть версия под Windows. А также есть версии под мобильные приложения. Я рекомендую вам пользоваться также и мобильными приложениями, потому что это позволяет повторять слова на работе, в пути где-нибудь, в любом месте. Для того, чтобы синхронизировать десктопную версию и мобильную версию, нужно будет завести аккаунт на вот этом сайте. Он называется anqueue-web.net. Это также бесплатно. Единственное, кстати, что платное, это приложение для iOS. Приложение для Android. И десктопные версии, они полностью бесплатные. Аккаунт, они тоже бесплатные. На этом сайте вы создаете учетную запись. Все это не очень сложным образом настраивается. И после этого можно синхронизировать вашу локальную коллекцию с этим облаком, нажав вот эту кнопочку. Или просто выйдя из программы. И также будет синхронизироваться и мобильное устройство. Очень коротко также расскажу, что есть настройки интервалов повторений, каких-то исключений и так далее. Если честно, я в эти настройки глубоко не влазил. Единственное интересное, что я здесь нашел, это сколько новых карточек эта программа будет вам позволять излучать в каждой отдельной колоде. У меня сейчас установлено 50. Это на самом деле очень много. Такой лимит я с запасом поставил, потому что иногда в выходной день я действительно могу 50 новых карточек, 50 новых слов прояснить и добавить. Но обычно это не превышает там 10-20, максимум 30 слов. Поднимемся как было. Все, коллеги, в принципе все. Надеюсь, вам было понятно и полезно объяснение того, как я учу слова с помощью программы Анки. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте в комментариях под этим видео. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok